И вторым посланником Божиим, который принес нам Слово от Господа, будет благословенный брат во Христе, Отец Сергий. Если кого-то интересуют его регалии, там вот на стенде, там мы все написали, но вчера был разговор, очень хорошее общение. И брат, можно тогда? Брат говорил о том, что вот это чинопочитание, вот это вот титуломания, это очень вредно, это очень отделяет. И поэтому сейчас я предоставляю Слово брату Христе, Отцу Сергия. Спасибо. Слава Богу, слава Иисусу Христу, Спасителю нашему, Господу. И приветствую всех братьев, сестер, всех святых приветствую именем Господнем. И вчера делился немного словом, свидетельством, семинаром. И записи все делались, поэтому, кто не был вчера, да, для вас новость хорошая, что можно посмотреть, все будет в записи. Вот, и также еще сегодня, я так понял, что после вот собрания этого, да, еще там будет чай, чаепитие, да, значит, агапа и общение. Я с удовольствием отвечу на вопросы тоже, с большим удовольствием. А у меня есть просьба такая необычная. Вот, я здесь в гостях, кушаю, очень вкусно. Да, кстати, да, спасибо, кто готовил, всем. Да, очень вкусно все, классно. А можно попросить кое-что принести? Вот, там были огурчики такие вкусные, такие, солененькие. Вот, тарелочку и на них огурчики положите. Вот такая необычная просьба будет такая. Я хочу кое-что сейчас как раз пояснить. Да, на примере таком. Да, Иисус, когда... Да, и привет сразу передам, а то забуду. От своей супруги, от наших детишек. Вот, я приехал один, в Петербурге был я вместе с сыном старшим. Вот, но он уехал в Тулу домой, а я вот заехал к вам в Тверь и сюда. Вот, у нас шестеро детей, Бог нам дал, это тоже чудо Божье. Один внук, вот, ждем зимой второго, уже второго, уже внучку уже ждем, согласно УЗИ. Вот, и, друзья, это тоже чудо от Бога. И я молился вчера и молюсь тоже сегодня за тех, кто не может по каким-то причинам иметь детей. Вот, и хотел бы, чтобы Бог благоставил вас этим. Или внуков, допустим, нет, чтобы Бог вас благоставил этим. Это благоставение на самом деле от Господа. И я вчера тоже свидетельствовал немного о том, что, когда мы поженились, то я тогда был штицом, и подиаконом, готовился к священнослужению уже как священникам, к будущим. Вот, и, да, спасибо огромное, спасибо. Не, вообще все очень вкусно у вас здесь. Да, и хорошо, и... А, вкусно пахнет. Да. А, кучки, да. Да. И, знаете, вот, и Бог нам дал шестерых родить. Хотя, чисто физически, физиологически это было невозможно, согласно мнению медиков. Потому что у жены, как таковой, матки не было. Она была в зачаточном состоянии, и зачатие даже было невозможно. Но Бог делает то, что невозможно, естественно. Бог это совершает. Очень многие вещи, мы называем их сверхъестественными, потому что для нашего естества это сверх. Но в божественном мире это естественно. И, наоборот, то, что порой на земле естественным кажется, в божественном мире более естественно, в более реальном мире, в более реальной реальности, это неестественные вещи. Ну и многое другое. И вот, насчет огурчиков, просто спасибо огромное тоже за слово, пастор, сестра, и хорошее слово по поводу облечений. И действительно Иисус стучится в двери. И много картин разных Иисуса стучащегося, видели вы, наверное, да, тоже, красивых и всяких картин таких интересных. И вот, но самое интересное, картина-то картины, но там в откровении говорится, что Иисус стучится не рукою, да, не волнует. Вот он двери не барабанит, а он стучится словом. Кто услышит мой голос, говорит, я творит не дверь. Вот. И когда он уходил, интересно, он сказал, что кто уверует меня, да, и крестится, спасен будет. И вот слово баптизо, греческое, баптизо, оно обычно, вот в современном греческом языке, оно переводится как погружение, в смысле окунание. Окунулся, вот уже баптизо. Поэтому, допустим, ну есть мнение некоторых там суеверных священников, которые говорят, что вот кто будет веровать и креститься, спасен будет, имеется в виду, вот как бы крестное знамение, как бы перепрестился, вот да. Но это суеверное совершенно объяснение, оно никакого отношения к оригиналу не имеет абсолютно. Есть мнение, допустим, многих протестантов, оно, конечно, не такое суеверное, но тоже такое поверхностное, что Иисус якобы имел в виду водное крещение, погружение обрядцам. Вот. Но, как бы, знаете ли, это тоже суеверие, но, как бы, уже другого рода. Вот, но вообще баптизо, нет, я не против водного крещения, я, наоборот, даже преподаю водное крещение с удовольствием великим. Хотя это не мое главное служение, но в крещениях я участвую с великим удовольствием, погружаю людей по вере во Христа Иисуса. Вот. И, в общем-то, с 96-го года я крещу исключительно именно по вере людей, сознательно верующих людей. То есть, я отказался от педобаптизма всякого. Педобаптизм – это ересь, это, как сказать, ну, крещение младенцев, или же, допустим, даже взрослых, но без обращения, без просвещения, без духовного перерождения. Это называется педобаптизм. Есть баптизм, есть педобаптизм. Вот два разных таких, вот, как бы, условного направления в христианстве. Вот. То есть, я был педобаптизм до 96-го года, как и тысячи моих коллег, я крестил, значит, младенцев, да и взрослых многих крестил, но без просвещения, без научения. Это, ну, это грех. Я это осознал в 96-м, том же, будучи простым сельским священником, осознал, покаялся в этом, и все, и зарекся, и больше этим не занимаюсь. Отныне я крещу, вот все это, все эти годы, уже больше 20 лет крещу, уже тысячи людей крестил, десятки тысяч даже за эти годы, в разных, не только в наших церквях, значит, православных таких уже, нового поколения церквях, реформаторских, обновленческих, но и в баптийских, харизматических, крестиатнических, очень разных церквях, в гостях, в будущих, вот, значит, с перевеликим удовольствием, как креститель, вроде креститель выступал. Но баптизо, баптизо, слово, которое как крещение переведено, вот в старом греческом языке, во времена Иисуса и до него еще, до нашей эры, там, лет за 300-400 в литературе эллинской, да и после Иисуса, лет 300-400 тоже у эллинистов, использовалось чаще всего год для описания соленья огурцов или соленых огурцов в литературе. То есть, вообще-то, Новый Завет написан на языке греческом, да, но таком простонародном, знаете ли, на таком диалекте рабоче-крестьянском. То есть, не на языке Аристотеля, Сократа, Патона, значит, Пифокорта, кого-то еще можно назвать мудрецот древних. Не на языке эллинской интеллигенции, а на таком греческом службике, можно выразиться, на наречии торговцев, ремесленников, крестьян, в общем-то, простонародном, в совершенной языке. Поэтому я говорю, это такой рабоче-крестьянский греческий, конья называется наречия, насчет которым внушались просвещенные греки, обычно считали это недостойно образованного человека. Но почему же Дух Святой вдохновил писателей Библии написать на простонародном греческом? Ну, это были еврейские апостолы, может быть, для них было недосягаемо, как бы вот на таком литературном, высоко-литературном греческом написать. Я думаю, Дух Святой мог бы вдохновить их и так написать, на литературном, на греческом языке. Но я думаю, изначально Бог показал сущность Нового Завета именно в простоте, как мы в православии некоторые мудрецы говорили в старину. Где просто, говорит, там ангелов соста, где мудрено, как там ни одного. Ну, мне бы не понравились такие присказки такие, знаете ли. Но оно как бы так и есть. Новый Завет показал нам, написание самого Нового Завета показало, что Бог хочет быть понятым, принятым, понятным. Знаете ли, всякая ширма убрана, все карты раскрыты, все Бог вывернул для нас, показал все. И вот, это соленые огурцы, это не малосол. Это именно соленые огурцы. Вот, для описания соленых огурцов использовал слово баптизу. А для малосола баптизу не использовалось. Малосол не считался баптийским огурцом. Потому что, да, потому что малосол, он имеет соль на шкурке, вот, но не имеет соли внутри себя. Знаете ли, он сохраняет внутри свежесть, элементы вот старой свежей жизни. Когда он на грядочке там орошался небесными росами, рос себе с другими там товарищами огурцами, значит. И в своей огуречной жизни как бы, ну, все хорошо, но потом вдруг однажды чья-то рука его сорвала. Ну, для огурца конец, знаете ли. Другие огурцы подумали, ну, вот жалко, был огурец, молодец, вот такой рос себе, красавец. И вот все, конец жизни от матери, сырой земли оторвался он, оторван. Вот, но те оставшиеся на грядке, они не понимают, что на самом деле это их участи не позавидуешь. На самом деле урожай должен быть собран, а те оставшиеся, ну, они погибнут. А вот тот огурец молодец, что сорван, он с грядки в катки попадает, вот, и просаливается. В новой атмосфере совершенно уже он в рассоле, а там и чесночок, и перчик, и травка всякая плавает, и соли немерено там, и все, он просаливается. Проходит некоторое время, поначалу он еще малосол, если его вовремя достать еще, спасти из секты, он еще, он еще малосол, да. Но если он уже погрузился и там уже пропитался, все, он уже баптистский огурец, да, имеет соль в себе уже, да. Вот, и вот так что, товарищ огурцы, баптизу совершаем. Слова Иисуса, чтобы было понятнее современному читателю, да, русскому донести, можно так сказать, что кто уверует в меня, да, и погрузится в меня, и пропитается мною, пропитается сущностью, как Матфея, там, отца, да, сына, святаго духа, будет спасен. А кто не уверует, ну, так и погибнет на грядке огорода, на огороде века сего, да, значит, но Бог хочет, чтобы весь урожай в закрома, чтобы весь урожай был спасен. Знаете ли, я не сельский житель, но несколько лет прожил в селе, в селах Рязанской области и Брянской области, будучи вот сельским священником, спасибо за иллюстрацию, мы даже в церкви себя делали, как-то там нарезали, так вот, значит, и там раздавали, люди ели, вот как бы, да, чтобы лучше дошло даже. Ну, мы еще покушаем, еще огурчиков там уже, когда перейдем туда, в тот отдел, уже в трапезную, значит, и, и знаете, вот, поэтому, открывая бармаку с огурцами, подумайте, что, да, какой огурчик, вот, имейте соль в себе, братья, сестры, пропитывайтесь Богом. И Бог хочет, чтобы все рию спаслись вообще, и достигли познания истины. Его желание открыто в Новом Завете, да и в том, в старом, оно было открыто. Да вот в Новом, оно открыто совершенно по-новому. Бог доказал свою любовь. Если до нашей эры, как мы говорим, человек еще имел какое-то моральное право сомневаться в Божьей любви, особенно язычники, особенно неевреи, ну, какое-то имели оправдание, значит, в своем таком неверии в Божьей любовь, то уже с момента того, как Бог это доказал, свою любовь на кресте, ко всему роду людскому, уже никакого морального права нет у человека, ни у еврея, ни у нееврея, не верить и сомневаться в божественной любви. И Бог доказал свою любовь. Поэтому, если человек сомневается, что Бог любит ли меня, как в той песне поется протестантская, мне очень нравится, евангельская песня, такая вот, там, не помню всех слов тоже, но там такие слова есть. Взойдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом Мессия распят, О правде святой проповедовал он, Больных исцелял, теперь он казнен, Пойдем перед ним, Пойдем перед ним, Взойдем на Голгофу, мой брат, Ну и сестра, и все-все-все. Вот по мысли о претерпевшем от грешника все это, ради нашего спасения, и тогда ты действительно всякое сомнение прочь бежит. Любит ли Бог? Да, любит. Спас ли Бог нас? Да, спас. Посмотри на кровь Иисуса Христа, это самое лучшее удостоверение. Вот, и знаете, друзья, блажены те, кто действительно говорят Богу, да, кто действительно соглашаются с Божьим планом спасения, кто действительно не отвергают протянутые руки, хватаются за эту руку, хватаются за Господа. Спасибо Боже за все. Вот, благоставляю всех вас, дорогие друзья. И баптизу, оно еще использовалось и для описания еще, ну, тоже в том рабоче-христианском классе, в том греческом того времени, для описания прокраски ткани. И тоже, опять-таки, если ткань, она не прошла полностью прокраску, ну, в то время тоже были разные производители, на самом деле. Человек всегда человек. Вот, значит, грешник, он и в Африке грешник, и в Греции то же самое. Да, но всегда надо было защищать потребителя, значит, от таких, ну, недобросовестных каких-то производителей. Вот, и в Греции тоже в полисах, в этих городах тоже были такие компетентные такие люди, товарищи, которые занимались этими проверками, дурят ли нашего брата-грека, особенно приезжие, допустим, в Курции. Значит, и они брали специально отрезы ткани этих, тем более ткань-то была дорогая, тем более, если она прокрашена была там, допустим, этими моллюсками, пурпур, допустим, это же вообще дорогой был. Одно время чуть не на вес золота его на рынке выставляли. Так вот, значит, и, значит, и брали эти отрезы тканей, и специально отдавали женщинам, которые, что только с ними не вытворяли, с этими тканями, значит, и стирали, и варили, и парили. Короче, многочисленные стирки, многочисленные там тесты проходили эти ткани, и если краска не уходит, если после всех этих стирок, варок, парок, многочисленных, краска остается такой же, цвет остается таким же сточным, то тогда вот эти вот товарищи, эти выходят на рынки и говорят, вот, баптизо, все, ОТК греческое дало добро, значит, все, это, значит, контроль качества прошел материал. Значит, у этого, значит, продавцов этих, там, да, можно покупать смело, это баптизская ткань настоящая. А если краска потекла там, изменилась после стирок уже качество, уже не то, уже все, нет, это халтура, это не баптизо. Вот, значит, тогда, значит, вшейгнуть этого производителя, значит, с рынка. И, в общем-то, вот такое было. Ну, в основном для огурцов это слово использовалось там десятки раз, значит, но иногда и для вот тканей. И я так рассуждаю, что Бог хочет, чтобы мы были действительно прокрашенными, но пурпур, я рассуждаю, что сегодня для нас пурпур, это кровь Иисуса Христа, пропитанной кровью Господней, кровью Иисуса. Да так пропитана, что никакие стирки этого мира, они не повредят, не повредят цвета нашего. Никакая краска с нас не польется, знаете ли, мы останемся таким же, значит, качественная прокраска. Это, значит, постоянно, я так рассуждаю, это мыслить о той цене, которая за тебя заплачена, о крови Христа, обеспровленное тело Христово, ну, что может быть более печальным зрелищем вообще-то. Это обеспровленное тело Христово или части тела, вот, возможно, и часть тела, допустим, так, перетянуть, допустим, да, что кровь не поступает. Ну, какое-то время, допустим, рука выдержит, допустим, да, но потом, не дай Боже, начинаются процессы необратимые уже. Я вот ехал с Петербурга, как раз до Твери, поездом, и там ехал один военный фельдшер, вот, там такие вещи рассказывал, что, ну, не приведи Господь, знаете ли, вот, ну, я, там, рассказал о Христе, о Боге, и вот он тоже говорит, что, да, вот, бывали случаи, что, значит, сильно высоко мы их перетягивали, вот, а проходило вот это время критическое какое-то, и отмирали ткани, приходилось обновлять, ну, ампутация. Ну, жалко, молодые пацаны, вот, и вот оказались в бесконечности. И вот, и тоже по неразумию медицинских работников, значит, которые неправильно поступили, то есть, не вовремя оказали там, или как-то неправильно. Ну, он сказал так, что на вина вот на нас была, по сути. Вот, но, и вот, и знаете, друзья, обескровленное христианство какое? Второе. Отсутствие понимания ценности крови Иисуса Христа. Чтобы не быть обескровленным, погибающим, отмирающим частью тела Христа, рассуждай о крови Христа, рассуждай о той цене, которая за тебя заплачена. Кровь Иисуса Христа. Единственное, действительно, что в этом мире есть ценность для христианина настоящего, для верующего. Через кровь Иисуса Христа наше спасение, искупление, исцеление, все это через кровь Иисуса Христа. Слава Богу! Вот, и, дамы и господа, братья и сестры, и сегодня Христос, Он здесь, в этом собрании, Он живет в верующих людях, Он живет в нас, но когда мы собираемся во имя Его, во имя Иисуса Христа, то совершается какое-то таинство, это таинство Церкви, таинство особого рода, таинство, когда Он во всей своей полноте, даже двое или трое, когда собрано во имя Его, вот, будем так, определение простейшее, Его Церкви, когда два или три человека, в которых Он поселился, живет, собираются во имя Его, Он там во всей своей полноте присутствует, незримо, порой незримо, всякое бывает, но вот Он сейчас здесь, Господь, и я благодарю Бога, потому что я даже и приехал-то сюда, тоже во имя Его, не ради, просто даже, ну, конечно, Тожок вчера посмотрел, первый раз в вашем городе, да, слава Богу, как художник оценил, потому что, знаете ли, я художник по своей специальности доцерковный, поэтому уже даже, и уже мечтаю приехать сюда уже как-нибудь, может, летом там, на Кленер, вот, вот, потому что, да, хорошо сюда не добрались горе-реставраторы, вот, которые по городам другим, вот, реставрируют, по сути, разрушают всю историю, хорошо, что у вас сохранилось много что, значит, еще, вот, и вот хочется это запечатлеть тоже, как художнику тоже, слава Богу, ну, древний город с древнейшей историей, пусть Господь благословит вас всех, и пусть Тожок и другие древние города, Тверская вся земля, Нагородская, прославятся именем Господа Иисуса Христа, прославятся именем Господнем, именем Иисуса, и как он прославляется через нас, через простых людей, в нас, самое великое таинство, Христос в нас, упование, слава, самое величайшее таинство всех таинств, Христос в нас. Как говорил еще Нил Сорский, Васян Патрикеев, Заволжские старцы, еще, значит, нестяжатели, храм Божий обшит кожей. А еще там присказка такая была у них, значит, храм не из бревен, а храм из ребер. То есть, ну, смысл один тот же был, значит, что живой человек, храм Божий. Еще в ветхозаветные, как мы говорим, времена, об этом уже было говорено пророками. Порой гадательно, а порой и прямо в лоб, прямо открыто. Особенно и Иеремии пророк. Знаменитое его послание, да, вот пророческое такое, в 31 главе записанное, 31 стихом и дальше, там прям буквально он, открытым текстом говорит, что это будет новый завет, новый договор, по-еврейски брит хадаша, брит хадаша, новый договор, буквально. Договоренность новая. И этот договор новый, отличие его от всего того, что было, когда Бог выбил нас из Египта, он дал, ну, был заключен договор, определенный. И Бог сказал, что я остался в союзе с ними, с людьми, но люди оказались неверны. Но со своей стороны Бог также через Иеремию пророка сказал, что он остался верным своему слову, своему договору. Ну, это сторона, договор двух сторон, да? Даже если одна сторона оказалась неверной, эта сторона Божья стала верной. Но он сказал, вот заключу, какой договор? В сердцах напишу их, внутри их напишу, в человеческом естестве напишу. Это удивительное событие, оно произошло таки, оно произошло 2000 лет назад через кровь Иисуса Христа. Кстати, насчет де-юре, это произошло даже до того, как фактически еще кровь Иисуса провелась на кресте Голгофском, помните, да? На той последней пасхальной вечере Иисуса с учениками, мы называем ее тайной вечерей, у вас там она изображена, кстати, одно из таких изображений. Вот, в трапезной у вас это, ну, мне нравится, понравилось, хорошо сделали, молодцы. Вот оно как бы, оно можно по-разному изобразить, эту сцену, и по-разному изображают ее художники, игнописцы уже, ну, два тысячелетия, как бы, ну, не два, но вот, я перегнул, упал, ну, полтора тысячелетия точно уже, значит, изображают эту сцену по-разному совершенно. Мне очень нравятся фильмы СУС, тот вот старый, значит, и вот эти вот сцены, они такие прям, и хоть бери, и, значит, экранизируй, ну, как бы, вот, оформляй, знаете ли, вот этими сценами. Очень хорошие остановки. Вот, и, друзья, это была последняя пасхальная вечеря Иисуса с учениками, и она совершена была чуть раньше, чем во всем остальном Израиле. Правда. Ну, так делали некоторые секты. Иисус тоже был, сего рода, сектантом. Значит, да, так что Иисус наш. Он такой, да. Дело в том, что он даже сказал ученикам своим, ну, ученики спросили, помните, да, последний пасх, канун последней пасхи, земной жизни Христа, и они спросили, учитель, где приготовить нам пасху? И он сказал им, ну, они уже привыкли за эти годы с ним, что всякое чудное происходит порой, вот, и чудесное, и непонятное. И он сказал, вот, вы войдете в город, и там вы увидите мужчину, несущего воду. Вот, за ним последуете, значит, и вот, значит, на квартиру придете к такую, значит, и его хозяину дома, это вам скажете, вот, где приготовить пасху? А дальше, ну, действуйте по обстоятельствам. И вот, значит, и, ну, в те времена, знаете ли, в те времена увидеть мужчину, несущего воду, было невозможно днем. Ну, значит, ну, его бы все бы осудили бы, его бы отцы новыми отлучили бы, и никто бы руки не подавали бы ему, значит, и его бы с работы уволили, как говорится, по такой древней статье, что, значит, его бы никуда больше не приняли бы вообще, из села бы и изгнали бы его. Это не грех против Торы, не грех против Писания, но дело в том, что многие предания в то время, они стали уже, как бы, наравне Писании, и даже, порой, даже более, чем Писания значимы. Поэтому, если мужчина нес бы воду бы днем бы, его просто заклевали все бы, и все. Он бы уже, даже и при всем, то, что он еврей, кошерный, и все, его бы просто выгнали бы. Он был бы как нееврей. Ну, я к ней хрест какой-то. Значит, все, одним словом, не наш человек. Вот, значит, и даже если ты, к примеру, жил один бабылем, все равно, а воду-то надо, знаете, таскать. Ты приплачивал соседке кому-то еще, чтобы таскали тебе воду. Вот, в то время тоже. Вот так было. Это была чисто женская работа. Вот, значит, а делающий эту женскую работу мужчина, он остается грешником, сразу, автоматически, в сознании всех благочестивых евреев. Вот, вот, поэтому, значит, да, вот так вот. Вот, ну, у нас тоже на Руси, там, таскали, да, женщины коромыслом. Песня украинская есть. Ну, то есть, в те времена тоже казак, нет, чтобы он, значит, полез бы воду, тоже бы, да, а он там, як барвинок. То есть, он, например, бьется там все. Ну, короче, тоже все было так непросто. И здесь, не только у евреев, поэтому не думаю, что только у евреев такие проблемы были. Оно, так или иначе, в разных народах были такие проблемки, но, так вот, и, но были такие сектанты некоторые, которые себя отделяли уже от традиционного ортодоксального иудаизма, отдельной группы. Нет, не фарисеи, а саддуки, они держались этих принципов, а вот были, ну, те, кого Иисус не осуждал. Иисус осуждал, обличал часто, значит, там, саддукиев, фарисеев, книжников даже таких нейтральных, как бы, сравнительно. Тоже им на рейх там доставалось от Мессии. Но были две фракции, которых он не осуждал, иудаизм тогдашнего, которые были такого сектантского или околосектантского типа такого. То есть, они отделялись уже. Вот это и Иесеи, и Зелоты. Вот две таких крайние фракции, совершенно во многом противоположные. Но дело в том, что и тех, и других, при всех их там особенностях учений и практике, облинить в лицемерии было невозможно. Потому что, ну, с того, что примыкаешь к этим течениям, никакого выгода не было. Ну, только одно смертоубийство и вообще, как бы, да и вообще, ну, понимаете ли, туда шли, ну, искренние люди, верящие либо в одну идею, либо в другую. Вот, это, так условно говоря, можно сказать, пацифисты, милитаристы, но это разные совершенно понимания. Но это были такие, как правило, искренние, такие религиозные, набожные евреи. Которые тяготились общим таким фоном отступничества в тогда же милитаризме и продажности духовенства и прочее, значит. И, в общем-то, Иисус и Иешуа, он во многом симпатизировал этим группам. Вот, даже среди его учеников был один такой, значит, там, товарищ, значит, Зелот, значит, да, значит, да. И плюс еще иесейские многие традиции он использовал в своем служении Иисус. Сегодня уже, как бы, историки это уже доказывают, интересно очень даже. И вот одна из таких традиций, то, что вот в городе увидите мужчину. В то время только иесеи практиковали публичное нарушение человеческих предписаний, которые не являлись нарушением Торы, Божьего Слова, но в глазах многих благочестивых иудеев, они были грешниками. Они таскали воду, допустим, сами мужчины. Вот, и они проследили, ладно, я уже оторваю. Вот, значит, и проследили за тем мужчиной, странным, действительно несет воду мужчина. Нашли эту конспиративную яблочную квартиру, вот, значит, и спрашивают, значит, учитель говорит, где приготовить Пасху. Их ждал еще второй стресс, удивление, а все готово. Как? Весь Израиль только собирается накрывать на стол и все готовить, а у вас уже все застлано, горница уже застлано. Ну, это точно, все сомнения рассеялись, это была и есейская конспиративная квартира, потому что и есея собирали раньше Пасху, чем весь основной Израиль. Вот, протестуя тем самым, ну, протестанты такие еврейские были того времени. Вот, значит, да, и, значит, хорошо, и вот Иисус с учениками, они ели много мяса. Это не как сейчас обычно за пасхальным седером, там чисто символически так, больше говорим, чем едим, как бы, и, в общем-то, больше символов и образов. Там встаешь с пасхального стола с легким чувством голода, значит, знаете ли, а в то время надо было уговорить за ужином целое животное, барашка. Ну, там было как минимум 13 голодных мужчин, ну, короче, уговорили барашка этого, вот, значит, и плюс еще там пресный хлеб, борькие травы, прочее. И, конечно, поднимались бокалы. Первый тост всегда по книге Исход, 6 глава, 6, 7, 8 стихи. Значит, первый тост, что мы вышли из рабства, мы не рабы. Второй тост, рабы, не мы. Египет вышел из нас. Чарльз Перджин, кстати, говаривал, опять-таки, такой протестантский золотолустый проповедник, что в 19 веке еще в Англии, что говорит, 40 дней надо было Всевышнему Богу, чтобы нас вывезти из Египта. Но 40 лет понадобилось Богу, опять-таки, чтобы Египет вывезти из нас. Так что, да, цеплят по осени считают. Слушайте, 600 тысяч мужчин призывного возраста вышло из Египта, а до финиша дошло только лишь два человека. Ну, там было их трое, вообще-то. Но Моисей сошел с дистанции уже на финишную крему, уже видя этот финиш, но он не пересек эту черту. А Иисус с нами на халяв, они вошли в землю обетованную. У них был иной дух. Это были действительно герои. Ну, ладно. Надеюсь, среди женщин не было так печально, как вот среди мужчин. Но среди мужчин, на самом деле, да, и 600 тысяч человек, только два человека того поколения исхода, которые взрослыми вышли из Египта, вошли в землю обетованную. Вот так вот. Поэтому цеплят по осени считают, на самом деле. Выйти из Египта – это одно, как бы, это хорошо, это правильно, это, ну, праздник. Но дойти – вот это уже другое. Вот, поэтому не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Да, значит, да, значит, и, в общем-то, ну, и спасение наше сейчас тоже, оно состоит как бы из трех этапов. Первый этап – это, собственно, ну, чтобы законно подвязаться-то, принять Христа, Спасителя, Господа своего, принять жизнь вечную, и благодатью мы спасены, на самом деле, через веру, и это не от нас, это Божий дар. Никто из нас в этом пальца пальца не ударил, это сам Господь заплатил за все это. Это бесплатно, не потому, что это ничего не стоит, а потому, что это слишком много стоит, чтобы нам заплатить, даже все вместе. А Бог взял и заплатил все это, поэтому мы принимаем спасение. Потом совершаем спасение, это, значит, в течение своей жизни, ну, и третий этап спасения – это уже, когда финишную черту пересекаем в вечности блаженной. Вот, но, опять-таки, во всех этих этапах мы должны понимать, что только Он, только Господь, дар Божий, жизнь вечная, только лишь взирая на начальника веры, совершителя веры Иисуса Христа. Здесь совершенно, даже если всю жизнь пропахал на огороде Царства Божьего, понимая, что ты тот же самый динарий получишь, что и те, кто на кресте, умирая, знаете ли, призвали имя Господне. Вот, поэтому это все действительно от Бога им и для Него только. Ему слава, никто не может похвалиться. И вот только Он хвалится. И, знаете, друзья, братья и сестры, и вот первых два тоста таких были. Потом третий тост поднимался, опять «Едем мясо», «Борьки, травы», поднимался третий тост. Возможно, там этим тамадой был сам Иисуса, возможно, хозяин дома, или тот мужчина, странно, что нес воду, таскал там воду, или кто-то еще из учеников. Ну, одним словом, третий бокал всегда поднимается, провозглашая чудеса и знамения. Мы вспоминаем чудеса и знамения, какие Бог совершил и тогда, во время Исхода. Когда Исход совершился? 3330 с половиной лет тому назад. Вот, если брать, ну, библейские исчисления. Да, от Адама, от нашего пращура прошло 5779 лет, согласно Библии. То есть, не полно даже, 6000 лет еще. Вот, а от Великого Исхода прошло, вот в этом году мы отмечали, да, значит, 3330-летие. Ну, и уже там больше полгода прошло с того. И, значит, так вот, 3330 лет назад, когда Исход совершился, Бог действительно совершил великие чудеса. Совершал казни египетские. Поэтому за столом пасхальным мы, да, вспоминаем, действительно, что, да, Бог совершал казни египетские. Вот, море сделал пешеходным. Так что мы прошли, как по суше, в православии в храмах поются. Яку по суху пешеше стволов Израиль, по бездне стопани, гонителя фараона, видя потопляема Богу, победную песнь поим в Апияше. Велик Бог Израилев и другие чудеса вспоминаем. Ну, в новозаветном формате, конечно, мы говорим о новозаветных чудесах и о сечащих чудесах, какие Бог совершает во время нашего выхода из царства тьмы в царство света. У каждого верующего есть, рожденного свыше человека есть, о чем засвидетельствовать на том пасхальном пире. Вот, и потом четвертый тост приходит уже ближе к концу уже этого ужина, или всенышного такого ужина, значит, обычно. То, значит, четвертый тост, это даже не совсем как бы Пасха, это как бы уже следующая Пятидесятница, Шавуот, вот, вспоминается, дарование Торы, заповедей, и что мы не просто вышли из Египта и потом гуляй поле, где хочешь, нет. Знаете ли, оказывается, правда была в том, что быть свободным означало стать подданство Бога, под его покров, под его юрисдикцию, выйти из-под власти фараона и стать под власть Бога. Настоящая свобода быть рабом Бога, оказывается, странно звучит, вообще-то как бы, ну, по-человечески это кажется абсурдным утверждением вообще даже, ненормальным. Быть свободным означает быть рабом Бога, но вот евреи это поняли первыми, выйти из рабства. Оказавшись возле горы, где Бог дал заповеди, открыл свое сердце, пригласил всех на гору, во время протяжного трубного звука он сказал, могут всех зайти, но дрогнули люди, никто не смог. Только Моисей, Моисей был героем в тот день, да, он был там на горе. А все остальные люди, получив возможность зайти туда, дрогнули, испугались, встали вдали, значит, но, что было, то было. Не будем сильно расстраиваться. Дело в том, что две тысячи лет назад на праздник Пятидесятницы сошел Дух Святой и облег церковь силой свыше. Слава Богу. И вот пятый бокал на пасхальном седере, ужине, он всегда наливался, но до Иисуса его никто не поднимал, никто не осмеливался. Ничья рука не осмелилась поднимать пятый бокал по разным причинам. Сегодня есть одни объяснения древних отцов, там, еврейских, другие объяснения есть, но, по крайней мере, этот бокал, эта чаша последняя, пятая, она называлась в те времена чашей Машеха, чашей бокалом Христа. Верили, что однажды сам Машех придет, и он поднимет этот бокал, и начало своего царства, государства, своего королевства верит открытым. В средние века этот бокал переименовали, ну, как бы, где-то на зло христианам. Многие вещи христиане делали на зло евреям, евреи на зло христианам. Вот, разрыв трагический произошел тогда еще второй, третий век и дальше больше. Как говорится, дальше в лес злее партизаны. История антисемитизма и антихристианства, она очень древняя история. Самые близкие люди могут быть самыми страшными врагами. Фильм какой-то был, я уж не помню, не сначала, я так и не до конца его досмотрел. Там про мужа и жену, которые там друг друга ненавидели, хотели убить друг друга. Там перестрелки были даже, как называется там? А, бибила. А, да-да, что такое, да-да. Я, значит, посмотрел, думаю, что он показывает. Ну, короче, муж, жена, но там они друг друга хотят убить, все. И никак не могут. Оба там профессиональные такие, вот, как бы, такие убийцы. Вот, значит, но в конце не досмотрел, плюнул. Думаю, зачем она? И, тем более, не сначала, думаю, ладно. Но вывод такой я сделал. Что самые родные и близкие люди, одна плоть, но такая показана вражда вообще. Они реально убивают. И вот евреи и христиане. Ну, что может быть роднее вообще? Не может быть ничего роднее вообще. Согласно Библии, по крайней мере, так точно. Кровь Иисуса Христа нас примирила вообще, и евреев, и язычников. Что за все заплачено. Понимаете, я уже видом радуюсь. Значит, так вот, не имется, ни теми другим. Вот, и как бы, вот, и разошлись, как море корабли. Вот, и вражда до сих пор продолжается. Хотя в наше время, уже, вот, ну, в наш час, уже 21-е столетие, все-таки, шутка ли, вот, уже кое-что меняется. Много чего меняется. Слава Богу, и среди евреев, и среди иудеев, я имею ввиду, и среди христиан, есть уже много точек таких, люди нащупывали точки соприкосновения. Вот, слава Богу. Но, сейчас не о том. Хотя, тема, в общем, тоже хорошая. Вот, это одна из моих тем тоже. Потому что, ну, реформация, она подразумевает и подобное. Вот, и, значит, друзья, пятый бокал, пятая чаша, чаша Нового Завета. Иисус, представьте, Он после вечера, уже, когда все было уже съедено, выпито, да, Он, как бы, совершил то, что до Него никто не совершал. Он взял чашу и благословил Бога, да, и Он сказал, что то есть чаша Новый Завет в Его крови, который проливается за всех. Фактически, еще кровь была в нем, она не была еще пролита. Его даже никто еще не ударил, еще не избивали его. Но, Он уже совершил это. И, вообще-то, удивительная тайна. Человеческому нашему уму непостижимая тайна. Иисус, Он от века закланный, агнец. Очень трудно, живя в этой реальности, более реальную реальность осознать. Очень сложно, живя во временном измерении, в временном мире, помыслить о вечности. Очень сложно. А, спасибо, спасибо. Вот. Я прекрасно это понимаю. Я вчера немного свидетельствовал, что в свое время еще пацаном заглянул в ту реальность. Вот. Так, то, что я видел, я до сих пор многие вещи не могу даже себе объяснить. Тем более, вам. Вот так вот. Так что, ну ладно. Но я одно могу объяснить, то, что и сам, насколько сам понимаю, что Бог очень хороший. Что Он очень любит нас. Вот это я, вот это я тогда в 13 лет это видел, это осознал, это, ну не то, что осознал, но я это видел. Я был перед Богом, как бы перед вами сейчас. Вот, значит, и момент смерти, потом было воскресение, исцеление полное. Вот. И благодарю Бога за все это. Вот, сейчас мне, вот, скоро 50, 49 лет мне сейчас. Вот, значит, и пастыри там в Твери говорят, борода старит вас, говорит, ну ладно, чё ж. Можно реформироваться, в принципе. Вот, но, но будет 50, вот, в мае мне, 19-го уже года, я 69-го года рождения. Тогда мне было не полно в 13 лет, когда пережил, вот, смерть, воскресенье, встречу с Богом пережил. Но, знаете, вот до сих пор, вот за все эти годы, я не могу многие вещи, ну, просто осознать. Я понимаю просто так, что, когда только лишь уйдёшь уже в вечность, то это всё поймёшь. Поэтому, особенно, не напрягайтесь. Помрёте, всё поймёте сразу. Вот, поэтому, просто, ну, это на самом деле правда. Вот, Хаджа на середину говорил ещё, сколько ни говори, халва, халва, во рту сладко не станет. Пока не попробуешь, не поймёшь, всё равно. Вот, но, в целом, чтобы было нам понятно, что Бог очень хороший, и Он очень любит нас. Вот это вот, это сразу говорю. Вот, чтобы все точки на дверь расставить. А детали вы поймёте дальше. Вот, но Библия раскрывает нам удивительнейшую картину. Конечно, всякую картину, порой страшную. Ну, и это тоже есть. Вот, но самое главное, держитесь Господа. Вот, хорошие сегодня были такие слова, как раз о покаянии, вот, обречении, покаянии. И знаете, друзья, действительно, Бог, Он добрый отец, или мать, или, ну, Он всё, всё для человека, Он всё. Собственно, Он наш родитель наш, породивший нас, давший нам жизнь. Вот, и Он хочет нам Бога добра. Это я знаю точно. Вот, и свою любовь Он доказал однозначно. А Новый Завет, действительно, это таинство, которое совершается внутри человека. Да, это тайна, которая совершается внутри человека. Некоторые думают, что принять Христа верой – это разовое переживание, единократное такое, однократное переживание. Это не так. На самом-то деле, это процесс всей жизни. Мы погружаемся в Него, а Он погружается в нас. И печать, которая ставится на нас, на верующих, в отличие от сынов века сего, печать, которая на верующих ставится – это и познал Господь своих. Вот, это удивительно. Он всех знает, он всех знает, безусловно. Но вот это познание, оно удивительно. Если, допустим, ну, представьте, вот детки играют на песочнице, да, допустим, пищат, визжат, значит, вы всех любите этих деток? Хорошо. Но когда ваше дитя пискнуло, визгнуло, этот писк-визг, он по-другому воспринимается все-таки, согласитесь. Вот, значит, и Бог любит всех нас, вот, и на песочнице нашей планеты Он вообще дождь посылает на праведных, на неправедных. Значит, нет же такого у вас, да, в Ташкете тоже, чтобы дождь шел только на огороды праведных, допустим, да. А соседи завидуют, вот, как бы, значит, так, у них там, ну, не, ну, бывает такое, соглашусь, да, бывает такое. Я тоже свидетель некоторым вещам таким. Но, в целом, по большому счету, и, не короче, тоже брызгает дождь. Вот, значит, да. Значит, и солнышко светит всем, знаете ли, и тем, кто радуется, и кто негодует этому солнцу, вот, значит, и прочее. И тем, для кого стакан наполовину полон, и у кого он наполовину пустой, всем светит солнце, и праведникам, и грешникам, всем. Значит, и Бог, он благоволит ко всем, но, когда его дитя, в смысле, рожденные, не просто от мамы и папы, не просто им созданные, не просто рожденные им, да, а рожденные с изного, рожденные свыше, пискнет, визгнет, то его сердце обрывается особенно, знаете ли, значит, и он реагирует очень серьезно на все это. Вот, он любит нас очень сильно. И, дамы и господа, братья и сестры, молюсь о реформации церкви православной и делюсь словом сегодня, которое 15 лет назад Господь проговорил мое сердце, мою жизнь. Это было из Писаний, это из книги, вот, из Евангелия Теана. Бывает ведь такое, у каждого, я думаю, да, из вас было больше или меньше, бывает, и не раз, что то, что ты читаешь в Писаниях многократно, да, значит, и кажется, ты уже это знаешь уже и со всех сторон знаешь и понимаешь, вот, но бывает так, что это же слово, оно так вдруг для тебя прозвучит в твою жизнь, да, что ты, как бы, как будто бы впервые вообще его слышишь, видишь. И это меняет жизнь человеку. Бывают такие моменты, когда Бог говорит к человеку на самом деле, вот, и по-разному говорит. Я помню, в 97-м году, когда мы приехали в Украину, в первой жизни, да, значит, в Киев приехали, одно из первых откровений для меня было во сне, во сне я видел грязь, которую Бог мне достал, а перед тем я днем просто осудил одну женщину, ну, как судил, ну, осудил, собственно, сам того не понимаю. Ну, я помыслил так вечером на молитве, что благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как некоторые люди, вот. Ну, я, правда, мысль эту прогнал, она очень похожа была на мысль того, кто менее оправданным ушел с храма, но, как бы, но она мне внутри понравилась в этой мысли, я это понял во сне. Вот, не дай Бог с такими мыслями, ложитесь спать. И я поэтому уже обжегшись на молоке на чужую воду твою. Говорю, братья, не ложитесь спать с такими мыслями. Вот, значит, во сне Бог облечил меня просто, и Он показал мне такую грязь, с которой Он мне достал, что грязь вот других там людей этих, с которых Он доставал их, она мне показалась не такой уж и грязной вообще. Значит, ну, и я, знаете, как вот, наверное, та вот хрюшка, которую Бог достал, например, да, любая семья, наверное, знает свою грязь, наверное. Наверное, между ними тоже будет конкуренция. Это моя лужа, это моя грязь, то есть они, наверное, я так подозреваю. Потому что я сразу знал, там было много грязи всякой, но я сразу знал свою. Вот, не знаю, вот как будто я точно, я не валялся в ней, но я точно знал, что я вот оттуда был, меня достал Бог. И я слышал голос прямо во сне. Вот, за что купил, за то продал. Значит, голос говорил мне, и не раз, и не два, я пока наблюдал эту картину, этот голос мне все говорил и говорил прямо во сне. Не запомнить невозможно было. Он сказал мне так. Для того, чтобы спасти тебя, мне понадобилось больше усилий, чем для того, чтобы спасти наркомана, алкогольника или проститутку. Ну, та женщина была воплощением всего этого. Значит, держи то, что ты сейчас имеешь, дороже тем, что ты сейчас имеешь. И все. И так было сказано несколько раз во сне. И я проснулся. Знаете, бывает, проснулся, и не поймешь, сегодня проснулся, я не понял, я проснулся или не проснулся, значит, допустим. А то я проснулся, сразу проснулся. Точно, я был здесь уже. Но самое интересное, я уже не спал, абсолютно я проснулся. Но тот же самый голос, так же тихо, с любовью, он очень так строго, с другой стороны. То же самое сказал мне в мои уши и во мне. Я уже не спал. Тот же самый голос слышал вновь. Уже не во сне, уже в яви. Это мне очень сильно, конечно, там помогло. Действительно, в моем христианстве и в моих семинарах. Потому что я видел грязь, очень страшную грязь. И я, самое интересное, во сне знал, что это за грязь вообще. Сразу, моментально я знал, что это то и то и то. Оказывается, в глазах Бога, когда человек молится кому-то еще на стороне, помимо него. И делает это искренне, не просто повторяя бубня, а вот погружается в это. Это мерзко настолько, что это грязнее для него даже, чем наркоман, алкоголик или проститутка. Это еще страшнее для него. Или когда я целовал мощи иконы. Я делал это, к сожалению или к счастью, не знаю. Искренно очень. Я действительно в это верил все. И по-своему блажены те священники, которые в это не верят, просто делают работу свою. Ну, как бы, проще в чем-то так жить. Но когда погружаешься в это все, я видел эту грязь. Я потом как раз семинары проводил, я все это рассказывал. Я понял, о чем я буду говорить. И уже больше 20 лет говорю об этих вещах. Это один из примеров. Когда от Бога слово звучит, оно меняет вообще очень много. Это все меняет вообще. И в 96-м году, я вот вчера рассказывал, да, я слышал голос, тихий голос, который сказал... А, нет, я... Ну, ладно. Тихий голос сказал мне... Я открыл Библию, а голос и внутри, и вне сказал... Сережа, не отец Сергий, а ваше преподобие. Ижи, и си, там, на земле. Вот, значит, знаете ли, вот... Сережа... Ой-ой-ой, у меня шестеро, то, бывает, ошибаешься. Ну, сейчас уже постарше, уже там, уже, да. А только на маленький, значит, еще... Коля, Сима, Сережа, а, ладно, иди сюда, короче. Особенно задумаешься вообще. Самое интересное, всех называешь и не угадываешь. А потом только в конце, только уже правильное имя называешь. Вот, как-то так у меня было. Уже дети смеялись, там уже занят. Сейчас всех перечислю. Вот, значит, а у Бога миллиарды, и он не путается. Он говорит, не Вася, Сережа, нет, Пятя. А, ну ладно, гому сапиенс, короче, иди сюда. Как тебя там, человек? Значит, нет, он не путается, он знает нас вообще. Знает, как облупленных вообще. Он даже это, еще мы не вылупились, еще он его уже знает уже. Вообще, он у всех нас знает еще, прежде создания даже. Интересно, это Иеремия, помните, да, он был молодым еще, когда Бог призывал его к служению. А Бог ему сказал, прежде чем ты... Я образовал тебя в утробе матери твоей, да, вот, я познал тебя. И прежде чем ты вышел из утроба твоей матери, я осветил тебя, говорит, то есть отделил для себя, да, и пророком даже для народов поставил тебя. Представляете, он пророческое помазание, там, руку положения получил еще в будущем в утробе матери. Вот это да. Вот тебе история. Ну ладно. То есть, даже еще, когда наши мамы не знали, беременны мы или не, ну, они или не беременны нами, да, значит, то, значит, Бог уже нас уже знал уже. Он знал нас. А порой некоторых даже призвал еще тогда, когда мы еще даже еще не родились. Это, собственно, ну, как бы физически на свет уже Бог нас уже призвал уже. Он там кричит, там, ребенок родившийся, а это уже оказывается, а Бог видит его пророком уже своим уже. Вот это да. Ну ладно, это таинство жизни, друзья, братья и сестры. И вот, и слово, которое меняет судьбу, меняет жизнь. Я эти слова слагаю в сердце, как, наверное, любой нормальный верующий. Я дорожу этими словами, которые Бог открывает. Библейские ли это слова по тексту Библии, или это вот так вот сказанное, вот так вот, лично. Я это все складываю, все это сохраняю, конечно. И благодарю Бога. Это бывает потом какие-то трудные моменты в жизни очень. Я вспоминаю, и это утешает, и очень сильно благоставляет потом. Вот, и дает пройти возможность что-то. Как, допустим, Марии, да? Матери нашего Господа Иисуса. Значит, я ее больше не называю, конечно, Богородицей, и там, и Царицей Небесной, и прочее, прочее. Но это все, это... В моей жизни ушло давно, еще в 96-м году для меня, это Матерь моего Господа, Спасителя моего. Вот, уважаю, люблю, почитаю, но молюсь только лишь к Богу, при всем уважении, при всем почтении. Вот, и так вот, но Матерь нашего Господа, она тоже такие знаки свыше очень тревожные получала, которые укрепляли ее сердце. Оружие пройдет душу, допустим, да? Каково такое служить маме? Вот тебе, с одной стороны, вроде как пришли-то благословить младенца, а перед тем, представляете, значит, пришли с подарками, да, новорожденному, и, среди прочего, похоронные принадлежности. Каково это было ей? Да, вот, с мирным. Ну, золото, ладно, там, понятно, да. Но с мирным. Ну да, вы тащите-то. Это же к покойнику все несли. И вдруг младенцу такой подарок. Ну, Мария была явно не суеверная женщина, вот, значит, но все равно, я думаю, что о многом задумалась она. Вот, значит, но это все дало ей потом силу, вот, пережить это все, не умереть там возле креста. Просто, ну, с ума не сойти, там, не умереть от боли этой, от всего этого. Вот, и Бог нам дает порой такие откровения, сохраняя нас на будущее даже, наперед, и поэтому складываем в сердце свое все эти откровения, все-все абсолютно, они очень сильно помогают нам. Это рэма Божья, рэма. Рэма Божья – это силище. Это меч духовный даже. Когда написано о войне христианском, там у Ефесян, значит, послание Павловым, там говорится, возьмите меч духовный, который есть слово Божье, там рэма Божье говорится. Графы, сильно не помахаешь, писанным словом Божьим. Логосом тоже, знаете ли, не помашешь, это не меч. Логосом можно жить во время такое бесстрессовое, строить бизнес, строить семью, быть мудрым. Да, логос помогает, но когда тучи сгущаются, и когда идет сражение, логос бесполезен. Вся мудрость, все бесполезно, на самом деле, по совести-то. В этот момент только рэма, только откровение, только то, что ты принял внутрь себя, то, что частью тебя стала самого. Тебе уже хоть пол на голове чеши, это тебя никуда не уйденится, это твое, это часть тебя. И, как правило, еще рэма – это пережитое слово. Допустим, если ты был сильно болен, да, и приговорен, допустим, уже к могиле, людьми, но ты пережил исцеление, и спасение от могилы, и тебе уже хоть все теологи мира будут говорить, что Бог сейчас не исцеляет, Бог уже тогда исцелял, сейчас не исцеляет, мне такие товарищи тоже попадались на пути христианском. Знаете ли, и ни раз, и ни два. И при том весьма убедительно, если не знать рэмы, можно и купиться на их, агитки эти. И, знаете ли, и, но я говорю женщинам, там были разные люди, вот, посмотрите на меня, говорю, если бы не Бог, я бы, да ну, Боже, сгнил могиле, а Бог меня спас, исцелял сколько раз, я могу назвать эти чудеса, хваля моего Господа, благодаря моего Бога, всемогущего, я это делаю с превеликим удовольствием, потому что хвалящиеся хвались Господом, вот, я хвалю Его, благодарю Его за все это, спасибо Господе за все. И поэтому, хоть даже все теологи мира на земле, богословы, будут говорить, что Бог сейчас не исцеляет, я скажу, ну, по-вашему, может и не исцеляет, но, по-моему, исцеляет, потому что я знаю Бога с другой стороны, с которой вы не знаете, вот, и рэма Божья, это силище, вот, и это меч духовный, спасибо Тебе, Господь. И пусть у каждого из нас будут эти мечи, будет это слово, которое частью нас стало, частью нашего естества. Человек, допустим, живший... Это все.